Чертовски невероятная история Стива Джобса, основателя Apple, началась с того, что в молодости большинство его соседей в Калифорнии в 70-х были гениями и изобретали всякие супер хитро выдуманные приборы. А Джобс бросил учебу, сдавал бутылки, бесплатно питался в кришнаитском храме, принимал наркотики, медитировал и искал просветление и смысл жизни. У Джобса был друг Стив Возняк, супер ботаник и гений электроники, который словно маг и волшебник мог собрать компьютер, используя вдвое меньше микросхем, чем обычно. В то время компьютеры продавались только как наборы микросхем, которые нужно было собирать и паять своими руками. И однажды, как снег на голову, Возняка осенила идея создать цельный системный блок, чтобы все было в одной коробке. Когда изобретение было готово, Джобс был поражен увиденным. Тыкая по клавишам, на экране тут же появлялись буквы. Он решил, что это удивительное изобретение должно приносить им доход и сказал, даже если прогорим, у нас будет своя компания, раз в жизни мы хотя бы узнаем, что это такое. Джобс назвал их новую компанию Apple Computer. Слово Apple казалось привычным, как кусок пирога. Оно располагало к себе и смягчало серьезно компьютер. Они рассказали о своем изобретении в домашнем компьютерном клубе. Их выступление не произвело особого впечатления, но один человек заинтересовался, владелец компьютерного магазина. Ему нужен был товар на продажу, и он сделал заказ на 50 компьютеров. Чтобы выполнить этот заказ, надо было закупить деталей аж на целых 15 тысяч долларов, которых у них не было. Поэтому Джобс в поисках этих денег вдоль и поперек исколесил всю Кремниевую долину. Стоило ему где-нибудь только заикнуться о компьютере, предназначавшемся для обычных людей, как все банкиры реагировали так, будто им наблевали на ботинки. Все, что он нашел, это кредит, который нужно было вернуть уже через 30 дней. Поэтому работа кипела. Компьютеры собирали прямо дома у Джобса, привлекли всех друзей. Спальня, кухонный стол и гараж превратились в рабочие места. Джобс умудрился получить огромную скидку на детали, поэтому они произвели компьютеров вдвое больше запланированного. 50 продали владельцу магазина, а оставшиеся 50 раз продали по друзьям. Бизнес закрутился, и они собрали еще сотню компьютеров, и стали предлагать их в магазины электроники втрое дороже себестоимости. Но и конкуренты не дремали. В 1976 году компьютерные магазины стали появляться как грибы после дождя. Были модели гораздо презентабельнее и солиднее, тогда как их модель Apple 1 была похожа на небрежный деревянный чемодан. Джобс понял, что для того, чтобы выйти на новый уровень, товар должен продаваться не только собранным, но и полностью укомплектованным. Чтобы не нужно было отдельно докупать монитор, клавиатуру, корпус и блок питания. Чтобы покупателями были не только хакеры, которые сами собирают компьютеры, но и тысячи простых людей. В те времена компьютеры были похожи на громоздкие серые металлические ящики, которые гудели как трактор. Поэтому Джобс спроектировал собственный корпус из белого пластика с обтекаемыми краями, чтобы выделиться среди мрачных конкурентов. Инженеры разработали инновационный блок питания, который мог работать без дребезжавшего вентилятора. Возняк придумал гениальный способ вывода на экран цветного изображения. Но все эти навороченные нововведения требовали немалых вложений в производство. Джобс ходил по разным компаниям, но везде получал отказ. Ему говорили, вы нам не нужны, вы даже колледж не окончили. Вид у Джобса был шокирующий. Вонючий хиппи в сандалиях, ужасной прической и наглостью, от которой уши вяли. Но Джобс не сдавался и добрался до гуру стартап-инвестирования кремниевой долины Дона Валентайна. Но и он посчитал Джобса высшего сорта неудачником в маркетинге. Потому что Джобс сам лично ходил по магазинам и предлагал свои товары. Поэтому Валентайн наотрез отказался иметь дело с таким бедолагой. Однако Джобс заставил его что-нибудь ему посоветовать. И Валентайн отправил его к маркетологу Майклу Маркули, который в свои 33 года уже греб деньги лопатой и был сказочно богат. Ни одна живая душа не разбиралась лучше него в ценообразовании, системе сбыта и маркетинге. Когда Маркула увидел компьютер Джобса, у него глаза на лоб вылезли. Эппл 2 настолько его поразил, что он решил не обращать внимания на помойный внешний вид обоих Стивов. В конце концов познакомиться с ножницами никогда не поздно. Маркула рисовал заоблачные перспективы. Он был убежден, что Эппл превратится в многомиллиардный бизнес и предложил 250 тысяч долларов в обмен на треть акций. В итоге все получили долю по 26%. Остальное оставили для потенциальных инвесторов. 3 января 1977 года была официально зарегистрирована новая корпорация Эппл Компьютер. Маркула учил юнцов уму-разуму. Он говорил, что для того, чтобы добиться успеха, не нужно стремиться разбогатеть. Нужно просто делать то, во что веришь. Люди в первую очередь судят по обложке. Можно создать первоклассный продукт, но толку ноль, если подать его небрежно. Джобс впитывал как губка. И на первой выставке в 1977 году он разместился прямо в центре зала, чтобы громко заявить о своем супергениальном компьютере. Чтобы выделиться среди остальных и ошарашить аудиторию, Джобс обтянул свой стенд бархатом и сделал эффектное освещение. Он даже впервые в жизни прилично оделся. В блестящем бежевом корпусе Apple II выглядел солидно, доступно и просто. В отличие от пугающих металлических коробок конкурентов. Впервые в жизни люди сами шли к Джобсу, а не он к ним. Прямо на этой выставке он получил заказ на 300 компьютеров. Apple наконец-то стала настоящей компанией с дюжиной работников. Команда перебралась из гаража в офис в Купертино. Однако новые обязанности давались Джобсу с трудом. Он с каждым днем становился все грубее и деспотичнее. Он мог подойти к любому своему сотруднику и сказать, что тот делает полное дерьмо. Маркула терпеть не мог эти скандалы. И чтобы обуздать вечно перевозбужденного Джобса, нанял президента Майкла Скотта, у которого была одна задача – укращать Джобса. Но для Джобса отдать руководство кому-то другому было смерти подобно. Он не признавал ничьих авторитетов, и это неминуемо еще больше приводило к конфликтам. Джобс металл гром и молнии, устраивая истерики по любому малейшему поводу и нередко доводил до слез даже самого себя. Тем не менее, Apple процветала. Омерзительно вонючий, как протухший бомж Джобс, производил нулевое впечатление на инвесторов. Но стоило им только потыкать Apple 2, как они тут же вкладывали деньги. 12 декабря 1980 года Apple вышла на IPO. Акции выставили по 22 доллара. Всего за один час их разлетелось на 4 миллиона. Apple стала самой успешной компанией за всю историю биржи. В 25 лет Джобс стал сказочно богат, состоянием в 256 миллионов долларов. Конкурентов особо не было, и благодаря модели Apple 2 продажи взлетели до небес с 2077 году до 2081. Но Джобсу этого было мало. Он хотел оставить след во вселенной. Он надеялся, что этот след оставит модель Apple 3. Больше памяти, больше экран и промышленный дизайн. Но из-за того, что спрос на компьютеры сильно ускорил рост Apple, компания тонула в собственном жиру, перестала замечать свои же ошибки и превратилась в ожиревший бюрократический орган. А отдел, работавший над Apple 3 был похож на проходной двор. К тому же Джобс всякий раз грубо вмешивался в проект. Его ненормальная тяга к совершенству заставила сделать корпус чуть ли не микроскопическим. Поэтому плата получилась чрезмерной плотностью компонентов и плохими коннекторами, которые часто отказывали. Поэтому выпуск Apple 3 в мае 80-го года с треском провалился. А когда машину наконец доработали, было уже слишком поздно. Репутация упала ниже плинтуса. А продажи компьютеров IBM вышли на первое место. Косяки списали на инженеров, а Джобс умыл руки и самоустранился. Он начал раздумывать над тем, как же создать нечто абсолютно ни на что не похожее. В то время вся Америка как обезумевшая была помешана на весь час в видеомагнитофонах. Чуть ли не каждая семья жаждала их купить, а компьютеры воспринимались как что-то супер непонятное. В компьютерах использовались ДОЗ-запросы, от которых черт ногу сломит. Поэтому должно было произойти восьмое чудо света, чтобы компьютеры стали такими же популярными, как видеомагнитофоны. Однако в исследовательском центре Xerox Park уже работали над подобным чудом. Супер простым компьютером, что даже в стельку пьяный новичок мог разобраться что к чему. Вместо ДОЗ-запросов они придумали использовать графику, рабочий стол с документами и папками, которые как по волшебству открывались по щелчку мышки. В то время это казалось волшебством. Этот проект был строго засекречен, но в 79 году Xerox жаждала инвестировать в Apple. И Джобс дал согласие при условии, что они раскроют все свои тайны. В Xerox решили, что возможности ума у этих выскочек не хватит, чтобы понять их сверхгениальное изобретение. И согласились. Когда Джобс приехал в Xerox, чтобы ознакомиться с новой чудо-технологией, Xerox решила обвести его вокруг пальца и показала ему не все. Джобс требовал продолжения, но всякий раз ему показывали совсем не то. Какие-то другие несерьезные программы для отвода глаз от главного секрета. Джобс понял это? Понял, что его дурачат и сказал, хватит с нас с этой чепухи. Он позвонил начальнику отдела венчурных инвестиций Xerox и нажаловался. И когда команда Джобса наконец увидела изобретение полностью, они пришли в изумление. Инженер Билл Аткинсон пристально вглядывался в каждый пиксель, чуть ли не влезая в экран вместе с головой. Джобс скакал вокруг компьютера, взволнованно размахивая руками и кричал, это же золотая жила. У Джобса словно пелена с глаз упала, он был потрясен и наконец понял, каким должно быть будущее компьютеров. Xerox получила обещанные 100 тысяч акций Apple. Цена этих акций равнялась миллиону. Но со стороны это выглядело так, будто татарам монгольская орда ограбила беззащитных крестьян. Однако одной идеи еще недостаточно, главное воплощение. И у Джобса это получилось великолепно. Сделали мышку более изящную и удобную. Сделали корпус простой как тостер. Инженеры весьма ощутимо сократили площадь корпуса, засунув системник под экран. Усовершенствовали интерфейс, командам добавили плавности. Компьютер назвали Macintosh. Пока со всем этим возились, в августе 81-го IBM выпустила свой компьютер. Джобс считал, что если он проиграет им эту битву, то компьютерная отрасль на 20 лет погрузится в мрачное средневековье. Ему нравилось считать себя восставшим против империи зла. И IBM хорошо подходила на эту роль. Джобс считал, что судьба даровала ему величайшую миссию по спасению планеты. Но чтобы спасти планету, нужен был хороший президент, имевший вес на Уолл-стрит. В 83-м году Джобс понимал, что еще не дозрел до такой должности, поскольку перевозбуждался по любому малейшему поводу. Поэтому совет директоров закинул удочку на главного рекламного мага и волшебника того времени Джона Скалли из Пепси-Колла. Но он наотрез отказался. И тогда Джобс переманил его, сказав убийственную фразу, которая вошла в историю. Вы до конца своих дней будете продавать сладкую водичку или наконец решитесь заняться чем-то действительно важным. Новая чудо-операционная система Apple работала только на родном железе. Джобс считал полную несовместимость с другими компьютерами гениальным решением. Однако в это время для Apple писал программы тогда еще никому не известный Билл Гейтс. Он увидел в Mac этот чудо-интерфейс с потрясающей графикой, быстро въехал, что за этим чудом стоит будущее. И в 83-м году на пышной конференции торжественно объявил, что Microsoft разрабатывает Windows с графическим интерфейсом точно таким же, как у Apple. Узнав об этом, Джобс пришел в неистовую ярость и обвинил Гейтса в бессовестной краже. Однако Гейтс дал остроумный ответ, который вошел в историю. Я забрался к нашему общему соседу Ксерокс, чтобы украсть телевизор и обнаружил, что ты меня опередил. Тем временем империя зла опередила Apple. Компания IBM продала компьютеров втрое больше, а их доля на рынке выросла на 26%, поэтому вся надежда была на Macintosh. Планируя запуск Mac, Джобс хотел, чтобы люди онемели от изумления. И в 84-м году команда Apple вместе с режиссером Ридли Скоттом сняла ролик, в котором Apple, как богоизбранная мессия, восстала против сил тьмы. В ролике было показано, как в сером мире пропаганды главная героиня в яркой одежде олицетворяет Macintosh и своими бунтарскими действиями символизирует революцию. Ролик в духе научной фантастики намекал на тотальное господство IBM и пророчество Джорджа Оруэлла. IBM олицетворяла империю зла, а Apple – альянс повстанцев, который освобождает людей из-под забвения. Однако у совета директоров этот ролик за 750 тысяч долларов вызвал только пазы в кровоте. Они считали, что это худшая реклама, которую они когда-либо видели. Но пути назад уже не было, эфирное время было уже куплено во время матча Суперкубка по футболу. Это время, когда в США у экранов собирается половина населения страны. Каждая секунда эфира на вес золота. 30 секунд стоит больше 5 миллионов долларов. В итоге вся страна наблюдала, как под зловещую музыку появилось мрачное изображение марширующей толпы. Дерзкий, тревожный и загадочный ролик, не похожий ни на один другой, посмотрело 96 миллионов зрителей. В тот вечер все телеканалы бушевали, говоря только об этом. Ролик имел эффект разорвавшейся бомбы, потому что в то время большинство молодежи считало компьютеры инструментами власти, которые превращают людей в стадо покорных роботов. А реклама ухватила дух революции. Ролик намекал, что Apple противостоит зловещему плану крупных корпораций поработить мир и сознание людей. Ролик хорошо срезонировал с настроением американцев еще и потому, что в это время на всю катушку шла холодная война с советским тоталитарным режимом, который президент Рейган называл тогда империей зла. Первые сто дней Мак разлетался как горячие пирожки, но когда волна восторга поутихла и иллюзия рассыпалась, оказалось, что это не такой уж и жирный бифштекс. Продажи упали ниже блинтуса. Мак оказался ужасно тормозным и никакая реклама не помогала. За красивую картинку приходилось платить. Требовалось больше мощности? В макиндош установили слишком мало памяти. Не было встроенного жесткого диска. Отсутствие вентилятора приводило к частым сбоям. Когда покупатели поняли все это, продажи упали. Джобс верил, что все, к чему он прикасается, превращается в золото и поэтому не проводил тестовых испытаний. Маку не хватало программ, не было гнезд расширения, был маленький экран, компьютер выплевывал дискету по любому малейшему поводу и что-то требовал от пользователя. В то время как IBM поддерживал тысячу программ. Из-за бесконечных правок, вносимых Джобсом, цена на макинтош выросла до 2000 долларов. Джобс наблюдал ужасающую картину, как продавцы в магазинах первым делом показывали клиентам IBM, а тех, кто хотел Mac, все равно переориентировали на тот же IBM. Поэтому продажи падали в пропасть. Джобса тяготила такая ситуация. Инженеры погрузились в депрессию. Несколько месяцев они не могли ничего делать. Многие талантливые люди ушли из компании. Но главной новостью стал уход ветерана Возника. Он считал высшей степенью тупости недооценивать модель Apple II, которая все еще приносила компании основной доход. Склады оказались переполнены громадным запасом непроданных компьютеров. Apple была в панике и как Титаник шла ко дну. Во многом виновником был сам Джобс. Он сделал компьютер для организаций, а рекламировал обычным людям. Если бы Джобс не торопился, возможно, картина была бы иной. Однако ему всегда казалось, что ему отмерена короткая жизнь. И поэтому надо поторапливаться, чтобы все успеть. Джобса должен был контролировать Скалли, но Джобс тот еще кукловод. Он обворожил Скалли так, что тот потерял голову и стал считать себя особенным. И чем больше Джобс манипулировал им, тем больше презирал. Разногласия все больше беспокоили совет директоров. Перепады настроения Джобса становились все более резкими. Он мог унизить и втоптать в грязь любого, кого встречал по коридору. Подчиненные считали компанию лодкой без руля, которую несет в туман. И в итоге Скалли отстранил Джобса от проекта Макинтош. Джобс решил так просто не сдаваться и задумал переворот и начал переманивать людей на свою сторону. Однако Скалли узнал об этом и на совете директоров жестко поставил условия. Либо он, либо Джобс. Все проголосовали за Скалли. Джобс был нокаутирован, растоптан в пыль. Однако многие сотрудники были недовольны увольнением Джобса. Компания больше не годилась для творчества и они ушли вместе с Джобсом. Члены совета, узнав об этом, отреагировали крайне резко. Многие были в бешенстве. Они решили, что Джобс одурачил их. Члены были поражены предательским поступком Джобса, который втайне задумал увести из-под носа самых ценных сотрудников. Всех предателей бесцеремонно выдворили с территории компании, а на Джобса подали в суд. После этого акции Apple выросли на 7%, поскольку акционеры были рады, что калифорнийский разгильдяй отныне больше не руководит. Стива повергли, но не уничтожили. Он не собирался уходить в тень. Однажды, околачиваясь по университетам, Джобс встретил биохимика, который унывал и негодовал о том, что без мощного компьютера только на один единственный эксперимент у них тратится аж целая неделя. Услышав это, Джобс вдохновился идеей по производству мощных компьютеров для вузов и основал новую компанию Next. Джобс захотел сделать компьютер в форме идеального черного куба. Куб олицетворял солидность. Подражая японцам, Джобс построил дорогостоящий роботизированный завод, поэтому деньги из его собственного кармана улетали как сквозь пальцы. В сентябре 86-го весь график пошел коту под хвост. Джобс так ничему и не научился. На заводе стояли кресла за 20 тысяч долларов, а компании грозило банкротство. Чтобы найти еще деньги, Джобс выставил 10% акций за 3 миллиона. Сумма, которую он взял с потолка. У компании до этого момента не было никаких достижений, ни продукции, ни доходов. Поэтому ни один инвестор не торопился вкладывать деньги в Next. И все же Джобс привлек внимание одного – Техаса Росса Перро, который проникся идеями Джобса. Позвонил и сказал, если понадобятся деньги, ты только свистни. Чуть ли не больше всего в жизни Перро жалел, что в свое время не инвестировал в Майкрософт. Когда Билл Гейтс, будучи еще совсем молодым сосунком, клянчил у него деньги. На этот раз Перро был твердо намерен не повторять своих ошибок и вложил 20 миллионов за долю в 16%. Кроме денег, Перро привнес солидность в глазах других. Где бы он ни был, он всем и каждому нахваливал Джобса. А вот Билл Гейтс был другого поля ягодой. Он называл машину Джобса барахлом с идиотским корпусом, а проект обретенным на провал. В октябре 88-го Джобс провел блестящую презентацию Next, чем вызвал бурю восторга. Но интерес быстро приутих и о его компьютере быстро позабыли. А когда наконец компьютер поступил на рынок в 89-м году, продажи не превышали каких-то мизерных 400 единиц в месяц. Для Next было мало совместимых программ и на рынке были более дешевые аналоги. Дорогой завод простаивал, а компания теряла деньги. Джобса злорадно называли одноразовым чудом. Потому что кроме модели Apple II, у него не было никаких достижений, не было ничего кроме провалов. Одного дизайна недостаточно, чтобы компьютер хорошо продавался. Святая империя Джобса разваливалась, в то время как Microsoft росла как на дрожжах, превращаясь в пуп земли. В 94-м году продажи Apple тоже упали ниже плинтуса. С тех пор, как они вышвырнули Джобса, их инновационный запал вовсе затух. А Microsoft в это время пожинала плоды успешного копирования идеи. В 95-м Windows стала самой успешной операционной системой всех времен. В то время как прибыль Macintosh была на грани катастрофы. Наблюдая, как Microsoft стремительно поглощает долю рынка, а компьютеры Windows сметают с полок, Руководители Apple отступили от принципа Джобса и разрешили продавать лицензию на операционную систему Macintosh другим производителям. Однако это еще больше усугубило ситуацию. Продажи компьютеров упали в недосягаемые низы. Руководство считало, что единственный путь спасения – продать кому-нибудь компанию. Но никто не хотел покупать хромую лошадь, которая одной ногой уже в могиле. Джобс мог бы поглотить Apple и снова стать главой своего детища. Но он не хотел насильственного поглощения. Он хотел, чтобы они сами его позвали. Они хотели заполучить его операционную систему. В этом и заключался план порабощения Джобса. Apple покупает его, а это дает ему право войти в совет директоров, а оттуда рукой подать до должности генерального директора. И Apple попалась на удочку. В 96-м году они купили Next за 426 миллионов долларов. Билл Гейтс, узнав об этом, был вне себя от гнева. Он считал, что бородатый шаман одурачил Apple и продал им никому не нужный мусор. Поначалу в 97-м году Джобс особо не вмешивался в дела компании. И был в Apple как неофициальный консультант. Его использовали только для показухи. Но постепенно он начал выдвигать своих людей на ключевые позиции. Между тем, под старым управлением Apple еле-еле шевелилась. А продажи на всех парах летели в пропасть. И в какой-то момент Джобса наконец пригласили занять пост генерального директора. Но Джобс отказался. Несмотря на это, власть у него была реальная. Главой Apple тогда был Эд Вуллард. Даже он подумывал об уходе на фоне катастрофичной ситуации с компанией. В 97-м году текучка кадров шла обильной рекой. Чтобы ее остановить, Джобс решил наконец вмешаться в дела руководства и пересмотреть цены опционов сотрудников. Но директора встали на дыбы, как взбесившиеся кони. Тогда Джобс заявил, что иначе он уйдет из компании и больше никогда не вернется. Поскольку у него нет времени сюсюкаться с советом и потребовал, чтобы все подали в отставку. Только тогда он вернется. Остаться мог лишь Вуллард. Сила была на стороне Джобса. В сложившейся ситуации многие сами хотели уйти. Даже отец Маркула смотал удочки. Джобс наконец-то занял пост генерального директора. К этому времени Джобс набрался мудрости и стал зрелым. Как только власть оказалась в его руках, он сразу же запретил продавать лицензию на операционную систему Macintosh и принялся уничтожать расплодившиеся клоны. Джобс считал, что это самый идиотский поступок на свете. Позволить, чтобы производители паршивых компьютеров использовали его супероперационную систему и урвали кусок прибыли своими грязными щупальцами. Компания пекла, как блины, множество вариантов моделей каждого продукта. Это было чистое безумие. Тонны совершенно ненужной продукции. Даже сами сотрудники уже сами не понимали, что делают. Джобс на 70% урезал ассортимент. Способность Джобса к концентрации спасла Apple. В первый же год он уволил более 3000 сотрудников. После двух лет ошеломительных потерь, когда до банкротства оставалось рукой подать, Apple наконец-то выдавила прибыль. Весть о возвращении Джобса к рулю подняла акции Apple с 13 до 20 долларов. На конференции Macworld в августе 97-го преданные фанаты Apple встречали Джобса словно рок-звезду. На выступлении Джобс неожиданно объявил о партнерстве с Microsoft, которая инвестирует в Apple 150 миллионов. Злейшие враги вдруг объединились. К тому моменту Microsoft уже была на рынке царем горы. Поэтому Джобсу нужна была дружба с Гейтсом, чтобы выиграть время и выкарабкаться со дна. На этих новостях акции взлетели до небес. Всего за один день прибавив к стоимости компании 830 миллионов, Apple была одной ногой в могиле и вдруг вернулась к жизни. В индустрии компьютеров все производители создавали одинаковые серые коробки, отдавая производство на сторону, а сами соревновались только в цене. Джобс решил, что революционное устройство должно соответствующе выглядеть. В большинстве компаний дизайнеры пляшут под дудку производителей. Но Джобс сделал все наоборот. Сначала дизайн, а потом инженеры подстраиваются под корпус. Так в 98-м появился безумный, футуристичный iMac с прозрачным корпусом из бирюзового пластика, похожего на гигантскую каплю. В то время этот компьютер выглядел так, будто его телепортировали из будущего. Вместо бледных блоков, отдельных мониторов и вороха из проводов было представлено на редкость изящное устройство. В те времена люди побаивались и сторонились техники. Но обладатели iMac ставили его дома на самом видном месте, чтобы гости завидовали. Люди, как одичалые, сметали компьютеры с прилавков. К концу года продали 800 тысяч штук. Билл Гейтс всех вокруг уверял, что этот успех временный. Джобса возмущало то, что на полках в магазинах его суперинновационные компьютеры стояли в одном ряду с отвратительным ширпотребом вроде Dell. А продавцы даже не удосуживались объяснять отличия. И располагались эти магазины в черт знает в каких дебрях. Поэтому Джобс решил встроить собственные магазины. Он сам проектировал каждую мельчайшую деталь в интерьере в стиле минимализма. Аналитики дружно предсказывали провал. Совет директоров тоже был не в восторге от новой сумасшедшей идеи Джобса. Многие фирмы разорялись, когда открывали собственную сеть. Это казалось безумием. Однако к 2004 году магазины Apple посещало уже больше 5000 человек в неделю. А прибыль достигла более миллиарда. Абсолютный рекорд для розницы. При открытии новой точки посетители ночевали у дверей, чтобы первыми попасть внутрь. Но проблема с магазинами просто меркла по сравнению со зловещей тьмой, которая нависла над цифровым миром в 2001 году. В 90-х слово «интернет» звучало как магическое заклинание. У инвесторов поехала крыша, и все ломанулись вкладывать деньги в даткомы. Но распухший до предела пузырь даткомов лопнул, и индекс NASDAQ рухнул почти на 50%. Все говорили, что песенка эпохи компьютеров вспета. Но Джобс посчитал, что им это только на пользу. И пока конкуренты туго затягивали пояса, Apple продолжала изобретать и превратила компьютер в цифровой узел. Сердце для всех других гаджетов, которое управляло и синхронизировало. Теперь втыкнуть камеру и закачать видео на диск было проще паренной репы. А благодаря программе iMovie даже в дупеле окоченевший пенсионер мог тут же запросто смонтировать крутой блокбастер со спецэффектами и музыкой. Однако при синхронизации с музыкой, Apple ждала головная боль. В 2000 году вся как обезумевшие стали копировать музыку на компьютеры и записывали собственные сборники на диски. В тот год в США было продано около 320 миллионов пустых болванок. Но тогда все программы были крайне неудобными и сложными. И в 2001 Джобс создал iTunes, программу для записи дисков, как часть того самого сердца. Но этого было мало. Нужно было, чтобы iTunes хорошо коннектилась с существующими музыкальными плеерами. Но в то время все плееры были полным дерьмом, как будто их сделали в аду. Ими было невозможно пользоваться, а вмещали они всего каких-то жалких 16 песен. И поскольку Джобс обожал слушать музыку, он решил сделать собственный плеер. Плеер состряпали всего за один год. Такой нереально быстрый срок был достигнут, потому что Джобс размахивал хлыстом перед сотрудниками, как тюремный надзиратель перед рабами. Он верил, что если хочешь суперкоманду, надо быть беспощадным. Слабые притягивают слабых. Жестокость Джобса приносила пользу. Десятки обиженных сотрудников заканчивали свои жалостливые истории признанием, что Джобс добился от них того, о чем они даже и мечтать не могли. Джобс умел промыть мозги и заразить команду стремлением и уверенностью в том, что они могут невозможное. И люди делали невозможное, потому что не знали, что невозможно невозможно. Так появился айпод со встроенным жестким диском размером с монету, который вмещал тысячу песен и работал без подзарядки 10 часов. До любого трека можно было добраться всего в три касания. Рядом с айподом все остальные плееры выглядели так, будто их сделали где-то в Узбекистане. Но публика скептически отнеслась к айподу с его заоблачной ценой в 400 долларов в 2001 году. В интернете шутили, что название айпод расшифровывается как «Идиоты потребовали много денег». Тем не менее, вскоре продажи взлетели до небес. В каждом квартале можно было увидеть человека с белыми наушниками. Вслед за собой хорошие продажи айпода подстегнули продажи компьютеров iMac. Поэтому Джобс спустил на рекламу айпода еще больше. Астрономические 75 миллионов. Это в 100 раз больше, чем тратили конкуренты. И этим он подмял под себя весь рынок. Но в 2002 году в музыкальной индустрии Apple столкнулась с новой проблемой. Чтобы закачать музыку в айпод, нужно было скачивать ее в интернете. А интернет в те годы заполонили пиратские сервисы. Пиратство в те дни довело всех до белого колена. Вокруг царил дикий запад. Звукозаписывающие компании судорожно искали способ защиты. И страдали не только они. Обычные люди, скачивая бесплатную музыку, сталкивались с вирусами и ужасным качеством. Джобс понял, что лучший способ бороться с воровством – создать альтернативу. Потому что у 80% людей, ворующих музыку, просто не было выбора. И Джобс создал онлайн-магазин музыки iTunes Store. И убедил ведущие звукозаписывающие компании разрешить продавать в нем музыку. И не целыми альбомами, а поштучно. Отдельно песнями, каждая по 99 центов. Потому что обычно в музыкальных альбомах только 2-3 трека нормальных. Остальное унылое дерьмо. Контракты многих музыкантов запрещали продавать музыку по отдельности. Поэтому Джобсу пришлось лично уговаривать некоторых артистов. Когда Джобс показывал доктору Дре взаимодействие iPod и iTunes, Тодд воскликнул. Ну наконец-то хоть кто-то сделал это. На момент открытия в 2003 году в магазине было 200 тысяч песен. За первые 6 дней продали аж целый миллион произведений. Но многие люди не могли пользоваться iTunes Store, потому что магазин не работал на Windows. Никто и подумать не мог, что когда-то этот день настанет. Но в 2003 Apple сделала версию iTunes для своего заклятого врага Windows. Журналисты спросили Джобса, каково быть разработчиком программы для Windows. Джобс ответил, это то же самое, как передать стакан ледяной воды кому-нибудь в аду. К 2004 году Apple заняла господствующее положение на рынке плееров. Если раньше, чтобы привлечь знаменитость к рекламе, нужно было отстегнуть ей астрономическую сумму, то теперь музыканты сами мечтали появиться в рекламе iPod, поскольку это гарантировало им ошеломительный успех. Например, напрочь всеми забытый Боб Дилан в своем клипе прорекламировал iPod и в первую же неделю занял первое место в чарте Billboard. iTunes смог кого угодно буквально катапультировать на пьедестал славы. Продажи iPod поражали. В 2004 продали 5 миллионов, в 2005 уже 20 миллионов. Но неожиданно по всему миру стали появляться телефоны со встроенным плеером. Это означало только одно – iPod скоро станет покойником. Видеокамеры уже начали продаваться хуже из-за этого. Джобс понял, что если не сделать телефон, то они останутся у пустого корыта. Он заметил одну странность. В то время все телефоны на рынке были страшными, как ободранные кирпичи. И пока в них разберешься, мозг взорвется. Вся эта всепроникающая тупость вдохновила его создать по-настоящему удобный телефон. К тому же, как раз в это время рынок телефонов рос не по дням, а по часам. Джобс понял, что если среди серого дерьма появится суперпродукт, то у него будет такой же ошеломительный успех, как был с iPod. В 2004 сотрудники Apple стали замечать, как их коллеги загадочным образом пропадают из офиса и больше никогда не появляются. Никто не мог объяснить, куда они исчезают. Таким образом, Джобс вербовал людей для секретной лаборатории по созданию эпичного устройства. Инженеры считали себя элитными и почти не выходили из лаборатории. Они ели, принимали душ, ночевали, отмечали праздники и работали в одном месте. В то время сенсорные экраны уже появились, но все они работали со стилусом. Джобс считал, что если ты предлагаешь стилус, то ты покойник. Поэтому его элитные инженеры создали сенсор без стилуса. В результате на экране можно было взмахом пальца двигать картинку. В то время это казалось волшебством. Кнопки клавиатуры забирали много пространства экрана, поэтому элитные инженеры сделали кнопки виртуальными, которые появляются только тогда, когда они нужны. Экран занял все место до самых краев. Корпус имел лишь тонкий ободок по краям. В результате получился айфон, который объединял в себе три устройства. Плеер, компьютер и телефон. Когда в 2007 году айфон поступил в продажу, конкуренты считали, что он слишком дорогой за свои 500 долларов. Деловые люди не будут пользоваться телефоном без клавиатуры, думали они. Но к концу 2010-го Эппл продала 90 миллионов айфонов. Компания урвала больше половины прибыли мирового рынка сотовых телефонов. Фанаты называли айфон телефоном Иисуса. Теперь, благодаря этому универсальному устройству, бюджет компании Эппл больше даже, чем у Министерства финансов США. 5 октября 2011-го, на следующий день после презентации четвертого айфона, Стив Джобс умер. Ему было 56. Неслыханный траур окутал всю планету. Все магазины превратились в храмы. Когда Джобс обнаружил опухоль поджелудочной железы, он долгое время лечил ее черт знает чем, всякими травами и корешками. Поэтому раковая опухоль успела распространиться на другие органы. И врачи оказались бессильны. Не часто встретишь 40-летнего инноватора. Но у Джобса дела пошли в гору как раз тогда, когда ему исполнилось 40 лет. Джобс доказал, что и после 40 человек может оставаться вдохновленным. Он всегда недоумевал над тем, почему те, кому за 30, начинают мыслить узкими шаблонами и перестают следить за прогрессом. Люди, словно игла в заезженные пластинки, застревают в этих шаблонах, а потом и вовсе не могут от них освободиться и прокисают. Крайне редко, когда человек не теряет интереса к жизни и до самой смерти сохраняет детскую любознательность. Джобс прославлял безумцев и бунтарей. Всех тех, кто думает иначе, нестандартно. Маркетинг Джобса каким-то образом заставлял людей поверить в то, что они свободные, творческие, прогрессивные бунтари. Только потому, что используют Apple. В таком позиционировании бренда Джобс вдохновлялся подходом компании Nike, которая первая придумала расхваливать не сам продукт, а тех, кто им пользуется. Главное, это не возможности продукта, а возможности их обладателей. Смотри историю Nike на моем канале. Она не менее драматичная.